Здравствуйте! В конце летнего сезона, к зимнему периоду, надо, наверное, помыть окна. Вот завтра и соберусь-ка я это сделать. А пока давайте рассмотрим, каким образом мыть окна лучше, какими средствами. Для начала нужно разобрать завалы на подоконнике, если они у нас есть. Потом готовим теплую мыльную воду и с помощью тряпки моем внешнюю сторону окна, раму, оконный проем с подоконником. Для усиления очищающего эффекта можно в воду добавить нашатырный спирт или соли. На этом этапе нет смысла пользоваться какими-то дорогими средствами для мытья окон. Вот когда грязь смыта, тут можно что-то добавлять такое уже покупное на спиртовой основе. Протираем окно салфеткой из микрофибры или мягкой ткани, или тряпочки, которые продаются вот в магазине, нетканый материал. Закончив с внешней стороной окна, приступаем к внутренней стороне окна. Моем также тепленькой водичкой, протираем тряпочкой. Но многие хозяйки до сих пор используют дедовский способ и протирают влажное стекло насухо, сначала комком из газет. Потому что газетная бумага хороша тем, что она быстро впитывает воду. И кроме того, свинец, который содержится в типографской краске, дает чистому стеклу особый блеск. И именно газетная бумага позволяет добиться абсолютной чистоты. Также, когда моем в мыльный раствор, можно добавлять уксус. И тогда потускневшее или сильно загрязненное стекло сразу как-то будет более блестящим и чистым. Соль. Обычную поваренную соль также можно добавить в воду для придания дополнительного блеска. Ну, практичные хозяйки еще много разных средств используют для мытья окон. О них мы как-нибудь поговорим в следующий раз. А чтобы, в принципе, окна поддерживать в чистоте, их периодически надо протирать мягкой тканью, слегка смочив ее, и насухо вытереть хлопчатобумажной или шерстяной тканью. Чтобы мухи не засиживали оконное стекло, не было точечек от них, стекло периодически за сезон обрабатывать можно несколько раз уксусом. А чтобы вот в зиму, на зиму стекло у нас не потело, его нужно протирать периодически тоже раствором спирта или очищенного глицерина. А если окно подмерзает вот в холодный период времени, то его можно протирать раствором поваренной соли, разведенной в воде. Ну, например, пара столовых ложек на стакан воды. Вот такие способы ухода и мытья окон. Завтра обязательно соберусь помыть окна и учту вот эти все способы мытья. Я думаю, они мне помогут. Буду обязательно использовать газету. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»